Продолжение следует... Я хочу представить вашему вниманию некоторые, можно сказать, размышления, которые могут быть полезны для выполнения проекта, что создание балометров. В частности, мы в коллективе Национального университета науки и науки, как это называется, делаем это в рамках нашей тематики. И поскольку по заявлениям Алексея Юстинова мы готовы сотрудничать с Сергеевичем Кузьмином везде и всегда, что мне, собственно, было верено передать, то мы готовы со мной стороны предложить какие-то идеи, которые могут быть полезны и плутотворно отразиться в чьих-то умах в дальнейшем развитии. Мы не последний день, тем более не последний год занимаемся этими силами. Ну вот, значит, что тут будет пересекаться с тем, что мы... Александр здесь как? Какой кнопочка? Пальчик. Пальчик. Пальчик, все, понял. Значит, здесь, между ним присутствует Алексей Юстинов, хотя здесь я обозначил себя и двух аспирантов, которые мы занимаемся, измышлизованием, которое я предложил. В чем-то они повторяют, что уже было освещено. Ну, это касается оптической системы для изображающего приемника и возможности использовать многолучевых армия. Ну, включая предложение по устройству, может быть, системы для калибровки такого изображающего приемника. Значит, тема проекта, который мы выполняем ВИСИС, это метаматериалы. Значит, мы взяли и забрали такую мета-шерку, мета-поверхность, которую назвали электронной пленкой и фильмом или чем-то еще. Ну, в общем, звучит красиво и, значит, вроде как и напоминает то, что делается в фотоаппаратах, поэтому мы не сильно соврали. Значит, а в чем запоется, что если мы возьмем иммерсионные линзы, которые совершенно прекрасно продемонстрировал технологию Андрея Барышева, вообще, я считаю, что вот эта работа, она образец вот высокотехнологичного применения детекторов и детальной совершенно инженерной проработки, которую, я думаю, немногие вот из присутствующих здесь могут похвалиться из первых рук. Поэтому я хочу высказать про восхищение работой, которую Андрей Барышев провел, но я думаю, ко мне присоединятся. И в чем-то эти наши работы будут перекликаться. Вот смотрите, что мы делаем. Мы берем, делаем так называемую ромашку. Мы ставим линзы, иммерсионные линзы друг к другу, образуя 6 пластеры из семи элементов, которые, опять же, плотны как, фактически это соты, которые всем известны, как плотная упаковка в пиксели. И что мы дальше можем делать? Дальше, вот у нас даже есть такой прототип, который сделан несколько лет назад, лежит на полке полной боевой готовности, сделан в ИПФ, руками и усиленно присутствующих здесь людей. И они предполагались на проект, который, ну как бы, пошел каким-то своим путем, а я пошел своим, для установки семи элементов Бабрица. И, в принципе, на сегодняшний день есть проект, который включает в себя исследования детекторов, которые близки по идеологии к тому, что демонстрировал Андрей. Только потери и фазовые сдвиги, которые вносит кинетическую индуктивность, заменены резистивным сенсором, транзишный сенсором, то есть балометром на краю сверхпроводящего перехода. Это, по анализу экспертам, оказалось новым применением и новым прибором, который мы попытаемся разрабатывать. И для этого решили, уже сделали, разработали такую систему, которая включает достаточно изолированные друг от друга на уровне минус 20 дБ антенны. Здесь вы видите свернутые резонаторы, которые аналогично представленным Андреем Барышевым образом имеют элементы связи с линией, каждый настроен на свою частоту, и позволяют таким образом опрашивать состояние детекторов. Положение детекторов по крайней плоскости иммерсионной линзы накладывает операции с неизбежностью. И в этом смысле конфигурация из семи элементов является оптимальной, поскольку у нас образуется всего один off-axis pixel. То есть только мы вынуждены давать некий зазор между центром, абсолютно минимум искаженным оптическим лучом, и делаем всего лишь один шаг в сторону. Потому что можно себе представить, что там, скажем, 10, 10, что-то такое. То есть в этом смысле там операции большие, и мы выбираем только один пиксель. То есть это, видите, центральная диаграмма направленности, посчитывая с алкальной, то есть она имеет симметричные боковики, и у бокового пикселя меняется угловое направление. Ну, в данном случае она, по-моему, где-то в районе 5 или 7 градусов. И операция выражается в искажении 10 боковых первых бронюбилей лепестков. Ну, значит, по сравнению с площадными или валометрами, которые применялись на протяжении многих лет, без всяких линз, там, конечно, диаграмма направленности была совсем широкой для приемов боковые лепестки, которые, собственно, под тем, что в боковые лепестки лезят всякие нехорошие сигналы, они отсекались специальными теневыми фильтрами. Здесь это проявляется совершенно незначительно. Значит, КЭК преобразуется с единой... Все знают, что есть фокальное пятно к телескопу. Вот оно обозначено герой царей. Как мы можем преобразовать изображение такой линзы? Вот здесь фокальная, собственно, оптическая схема, которая позволяет преобразовать многопиксельный массив на эти перетонационные линзы в фокальную плоскость телескопа. Если мы поднимем больше линз, то есть они, собственно, точно так же будут спроектированы и пересекающимся образом на фокальную плоскость телескопа, то есть, в правило, мы фактически можем сделать re-imaging такую систему на более, как бы, понятном уровне. Следующая проблема, которая стоит в такой системе, это как нам сделать криостат с достаточно маленьким окном, на которое навалит мало и прокрасного излучения и реалистично испытывать, скажем, оптическую четвертность в комнате или в условии заметного фона теплового. Такая система была разработана в группе Сергея Ванкова, с участием немедленных фонов-фоновой. И вообще говоря, это решение оказалось довольно интересно специалистам, которые, можно сказать, зубы съели на Европейской конференции SPI, на которой была представлена эта работа. Я казалось, что если мы используем off-axis parable, то мы всегда можем пропустить матрицу через такое сечение, которое бы имел бы у нас одиночный пиксер. Это очень сильное решение, и здесь, собственно, показано, как это можно еще сделать для использования поворотной зеркви. Я просто не стал картать рисунок, чтобы его сложно было отсекать, и представила эту систему, которая еще позволяла вращать после тонеризации. Вот прошу обратить одну приостанту, где что-то находится. Мы все эти проблемы не все достанем. Теперь, чтобы объяснить, похожесть или курс дела ввести, как в наших последних достижениях с так называемой RF-тест, то есть балометрами, которые ушли от усилителей постоянного тока на скидов в сторону СВЧ-высилителей низкошумящих, что позволяет нам просто забыть про фликер-шум и обеспечить полную изоляцию своих балометров во всяческих помех, это включение резонатора такой антенны. Причем у нас, в отличие от антидов, нагрузка в антенны детерминирована в центре антенны определенным совершенно образом. Эта область не меняется, конечно, когда у нас идет балометр, нагревается до больших сопротивлений. Но смысл такой, что мы практически не видим эффекта кинетической индуктивности, из-за того, что в геометрии геометрически прибор очень мал, и его индуктивность по сравнению с индуктивностью резонатора исчезающе мало. Поэтому мы видим только амплитудные вариации такого сигнала, который, например, показан здесь, на тестовом прототипном образце. На самом деле здесь видно некое смещение по щитобеду, слегка тематически индуктивно сменяется, но тем не менее, в другую рабочую точку в середине мы получаем линейный отклик. И вот видно, что на самом деле переход из сверхпараллельного состояния на резистивный участок происходит по ничтожно малому изменению относительно уровня подогрева, которое в данном случае с частотным смещением обеспечивается. И дальше мы имеем линейный отклик. То есть у нас этот баллометр является баллометром с линейным откликом. Здесь важно, что на самом деле при микронных размерах, скажем, на 500 нм на 200 нм, что доступно для электронной литографии, не является никаким длинным вещем, Энергия разогрева электронного газа в такой баллонной лампе превышает энергию фотонов ИК, и поэтому мы можем, скажем, ниже частот порядка 10 микрон иметь скептральное разрешение этого баллона. То есть, во-первых, один фотон заведомо разогревает до нормального состояния, то есть мы можем регистировать импульс, и импульс ясно будет линейно зависеть, то есть апплитуда такого импульса будет линейно зависеть от энергии фотона, которая принесет свою энергию. Ну вот сейчас разрабатывается позитивный блок, в котором мы будем испытывать вот такие штуки, значит, он тут подается, вот это несущие на частоте порядке нестигит, проходит через решетку баллонов, и, значит, отклик мы считаем на проходном сигнале. Что я еще хочу сказать, что вот здесь очень небольшой коэффициент, на самом деле это коэффициент не подлощения, это отражение, то есть фактически такой баллометр играет роль реактивного затвора, который вызывает отражение. Уровень отражения очень небольшой, поэтому уровень стоячих волн такой схемы очень маленький, и мы, скорее всего, можем использовать усилитель, усилитель без вентилей входных, что позволяет экономить пространство, скажем, на охлаждающей ступени, потому что, в принципе, это планируется проводить на уровне температур ступени лицерии или ниже. Ну, вот результаты, это, правда, результаты расчета, результаты расчета, на которых видно, что у нас, несмотря на то, что у нас пиксели имеют линейное распределение по длине резонаторов, ну, из-за того, что они как-то свернуты как-то взаимодействуют друг другу, вот, видно ту историю, которую упоминал Андрей, что мы даже в расчете видим, что у нас происходит наград, связанная со стоячей волной, которая имеет место быть, и фактически это означает, что вот реактивный затвор, который из себя представляет область связи, это некая такая индуктивность, которая взаимодействует с резонатором и не дает волне проходить свободно. Они, на самом деле, транслируются по длине, на длине порядка λ пополам, ну, на длинах, и влияют друг на друга, то есть это нормальные совершенно эффекты, которые нам должны обязывать резонаторы. Как тестировать? Вот, думаю, что эти мысли могут быть полезны. Наш детектор, который мы симметично образовывали на линзе, расположен на холодной части криостата, это с обролевленной температурой, но в нашем случае мы используем криостат, у меня, к сожалению, не включена презентация фотографии, но это блин диаметром 300 мм, на криостате 10D, такого же, как используется здесь, и предложено использовать плоское зеркало, либо на пружинном подвесе проволочном, либо в виде глимонометрического прибора, который управляется, он имеет свои преимущества и свои недостатки, переключение между тремя фактически портами, которые пространство, если используем, то есть калибровочные нагрузки T1, T2, и погладимель, который, с одной стороны, берет на себя внешнее излучение, а после калибровки может использоваться для получения внешнего излучения с известным коэффициентом ослабления, и таким образом мы можем настраивать и тестировать несколькими независимыми способами внутри своего криостата. А если мы идем для изображающего диаметра, когда у нас несколько пучков, значит, вот здесь, в принципе, в плане 3, значит, 3 на 3 – это 9 пикселей где-то, да? 9 равных температур. Это, опять же, ситуация контрольная референсное чёрное тело. Это отличающееся изображением, из которого мы можем сложить какую-то фигуру, там, букву Х и какую-то другую, и, значит, опять же, вот профилированный погладитель, с помощью которого мы можем получать изображение извне. Ну, собственно, вот эти соображения, которые, мне кажется, имеют релевантны к обсуждаемым проблемам, на этом я хочу сказать, что нас поддерживают, и мы надеемся, что нас будут поддерживать, может быть, хотелось бы думать, что так же, как вас, и мы будем продолжать наше соединенное сотрудничество. Спасибо. Спасибо. Вопросы, коллеги?